Ой, сегодня у нас очень интересная тема в связи со всеми событиями на рынке недвижимости. Мы его назвали «Антикризисный бизнес-завтрак». Сегодня поделимся нашими видами, как можно в это непростое девелопном время продолжать успешно делать сделки, держаться на полу или на какой рынок нам стоит переориентироваться. Итак, сегодня у нас в программе Татьяна Таранцова со своим видением антикризисной недвижимости Далее мы послушаем Росбан с предложениями по антикризисными программами. И в заключение Олег Геннадьевич Перевалов и Константин Борсиев расскажут нам о своем посещении над Советом в городе Екатеринбурге, поделятся своим опытом и расскажут, что полезного они оттуда вынесли для нас. Александр, еще четвертый пункт. А, еще четвертый пункт. Да, Руслана Брайденнов, я прошу прощения, студия ремонта и дизайна партнерник Далее расскажет о новом партнере. Он поделится, с чем он может быть нам полезен и с чем он может быть полезен ему. Спасибо большое. Добрый день, всем коллегам. Я немножко о себе представлю. Знаете, меня все. Я директор компании Крым недвижимости Таранцова Татьяна. Работаю в недвижимости больше 28 лет. И как раз именно этот кризисный завтрак решила провести, именно потому что несколько кризисов. Это четвертый, который сейчас идет, который успешно был против. И какие-то такие основные точки, что делать, они уже давно сложились. И хочу как раз об этом рассказать. Вот скажите мне, пожалуйста, я в июне месяце была в отпуске. Приехала 15 июня. Как у вас в июне сделок меньше стало, чем в прошлый год? Принимите руку к кому? Хорошо. Кого больше трех сделок в июне прошло? Вот, спасибо. Смотрите, с учетом нашей вот этой ситуации, у меня была в отпуске, и действительно все равно сделки прошли, даже закрылись, когда меня не было. Меня на дело были юристы мои. Про кризисы все уже давно написано. Я вот в прошлый бизнес-завтрак у нас Ирина Кунцевича рассказывала, читала нам стихи японских акторов. Белый стих. А я привезла вам книгу «Афоризма к жилищной мудрости» Владимира Николаева, который уже несколько изданий есть. И мне здесь, я вот сейчас, с учетом вот этой ситуации, на рынке постоянно листаю, читаю, что говорили люди, а это еще 15-й год, по поводу недвижимости. Я вот с ними полностью согласна. Одно из них, Шарапов, я вам вот зачитаю, ну даже так скажу, что в наши времена недвижимость нестабильна, но тем не менее стабильность все равно надо искать в недвижимости. Это первое. Потом мне очень нравится... Вот это вот Амихин, которая за недвижимость за четверть лета неоднократно падала, но снова вставала и находила силы подпрыгнуть. Я вам читаю даже это не для того, чтобы вас приободрить, а для того, чтобы вот, может быть, такие фразы вы рассказывали клиентам. Так как вы думаете покупать или покупать, вкладывать или не вкладываться, а в перспективе длительной недвижимости все равно это один из самых стабильных вариантов сохранения средств. И еще один зачитаю вафоризм, который сказал у нас, писал у Ради Амарады, «Амарады». Если уволить всех маркетологов и птиарщиков, то стоимость квадратного метра жилья может чувствительно снизиться. Согласны с этим? Это фраза по поводу наших коллег, внутри меня. Амит, амциан, вы знаете что. Постоянно в погоне за ростом цен стоимость налоги не растет, то количество звонков и клиентов у нас уменьшается. Это постоянный сейчас итог нашей работы с ними. И как раз именно расскажу о том, что можно противостоять или что можно поменять, как бы работать так, чтобы не быть зависимым только на видный зал. Итак, вот смотрите, во-первых, я хочу сказать, что самое главное в нашей работе надо помнить это фирма на фронте, литовский проект, я его хочу продать за 7600. Но не продается она за 7600. То есть вот этот сегмент и вот эта честность с вашими продавцами, это тоже очень важна. Мы сейчас по этому сегменту просто друг друга вот так вот опихаем, стараемся друг другу объекты забивать в наших чатах, и на Авито прорекламировать, и снизить. Но я говорю о том, что первое с этим сегментом, что он это делает, это честно сказать, что сейчас в Галифоне 100 тысяч квадратный метр объект и стоят, а уже 84-85 есть, и надо четко это понимать и работать в этом направлении. И выделить те сегменты рынка, по которым сделки идут. Я для себя определила их там. Первое – это земля. Как в городе, так и загородная недвижимость. То есть очень хорошо покупают участки в порядке, ну я там даже скажу, от 150 тысяч до 600. Такие сделки есть постоянно. Почему? Во-первых, потому что вот те средства, которые у людей есть, они хотят сохранить. Это земля, это неотделимая, она не увеличивается, становится только меньше, она все время востребована. Сейчас вот происходит такая ситуация. Те, кто хранил деньги, действительно там в евро, в долларах, в небольшую сумму семьи, они стараются, как курс, сильно падает, просто побежать поменять и купить какой-то участок. Это просто факт. Потому что у меня, а у наших агентств. Поэтому эта земля – это загородная недвижимость дома с семейными участками в категории до 5 миллионов. Если мы возьмем больше, то уже попадаем опять же вот в этот промежуток от 5 до 7, который вот сейчас не особо востребован. Естественно, чем дешевле, тем лучше. Очень востребованы домики с семейными участками в области. Притом, я вам точно могу сказать, что по всему Галининградской регионе. Это может быть и по усилиям, и зерсткам, и покрытенным столомом. Не бойтесь такие объекты упаковывать, брать в продажу. И, как ни странно, третий сегмент, на который я бы обратила ваше внимание, это элитная недвижимость в категории от 14 миллионов и выше. Вот вы сами знаете, что в кризисные моменты люди, которые хотят что-то улучшить и унести их туда, или ехать куда-то именно, жили за границей, сейчас не могут, у них там арестованы щита, у них там много недвижимости, но при этом они не могут там жить, они приезжают сюда, пожив там где-то у вас в Бетербурге, ищут для семей более комфортные места. А это курортная зона, вот мягкий климат, хороший современный город, с хорошим сервисом, с хорошими услугами. Часто выбирают в Калининград. Поэтому вот эта тем более востребована. Сейчас вот есть доярки на дома, и 20 миллионов, не знаю, есть у вас такие, у нас есть папами. Это вот, обратите внимание на вот этот третий сегмент, который я выделяю, на что я хотела бы обратить тоже ваше внимание. То есть вместо того, вот чем вы сейчас пользуетесь и продаете объекты вот этого среднего сегмента, обратите внимание на новостройки, которые уже сданы, и которые входят вот в эту элитную недвижимость, там 10 миллионов плюс. Возьмите просто свои знания, да, свои навыки, обратите внимание на них, начните бесплатить и продавайте эти объекты. Возможно, делая точно такую же работу, она у вас все-таки уменьшается успехом, чем вы будете там 10 или 15 вот этих вот таких средних объектов пытаться куда-то сейчас действовать. Их много, это и рыбная деревня, это там и Баден-Баден, это и... Как раз в прошлый раз у нас ФТСПА предлагала и все вам рассказывала. Есть еще масса таких же объектов, которые собственники продают, то есть попробуйте упаковать договоры заключать с ним. И, конечно, это период действительно для формирования своей собственной базы. То есть не тратите время. Многие просто, вот наши у меня там сидят и говорят, вот, нет, спокойно, что делать, там плохо. Я все время говорю, вот есть продавцы, которым срочно нужно продать. Поэтому вы договаривайтесь с ними, приезжайте, все рассказывайте, что происходит, правильно оценивайте, заключайте договоры. И просто увеличивайте пол своей недвижимости, которую вы предлагаете. В разных категориях. Но обратите внимание, вот эти четыре или пять структурных потребностей. Да, еще чуть-чуть скажу про пятую категорию, я ее назвала. Много таких заявок, по сравнению с другими, реально много. Это те, кто хочет заниматься фольклором или сельским туризмом. Это первое. И фермерским хозяйством. То есть есть запросы на боку курок, там, домика с большим, именно страшным, чтобы вывезли с другой семьей, их было побольше, не 6, не 10, не 12 суток, для того, чтобы ввести свое отборное производство. Вот это тоже категория, если кто-то надумывался об этом. И всегда развивайте свой бизнес. Действительно, у нас сейчас очень много в соцсетях, в контакте. Аукционисты особенно пишут, аукционы рулят сейчас. В Новосибирске, в Москве, в Санкт-Петербурге действительно аукционы очень активно сейчас идут. Тоже хочу обратить на это ваше внимание. Во-первых, у нас есть аукционисты, уже сертифицированные, которые проводят аукционы. Если вы не можете, вы еще не обучались, но у вас есть продавец, например, который срочно хочет продать, напиток что-то есть, у них уже есть билеты, они хотят лететь там, надо в Израиль, например, и просто ждут, когда же это все случится и никак тут все не происходит, это значит аукционный метод продаж. Вы можете позвонить мне, можете позвонить Оксане, можете позвонить Наталье Шевченко, тоже наши сертифицированные аукционисты. И мы в команде поможем и договор заключить, и продать вот действительно там за месяц этот аукцион. Потому что метод аукционов собирает клиентов по спросу, всех, которые вообще заинтересованы в этом аукционе, и собирает лучшее предложение от них на сегодняшний день. Да, он может не пройти продавцом, но это будет реально, и это будет то, на что он может сейчас рассчитывать. Тут уже его задачи согласиться или нет. Очень важно, чтобы продавец был очень сильно мотивирован. Еще раз вам скажу. Но да, аукционы будут обратиться на него. А грукер-туры? Мы тоже в работе постоянно, вот видите, тут у нас фотографии, у меня даже покажу. Вот грукер-тур с Юрием Атмеймой, я думаю, продавали в Уривске. Вот это коммерческая недвижимость, аукцион проводили грукер-тур по Карла Маркса, когда вам нужно продать, привлекайте внимание грукер-туры. То есть собирайте действительно агентов, специалистов, которые сильны в этом классе недвижимости, и устраивайте им такие презентации. Я считаю, что это очень хороший способ продвижения и рекламирование объекта всеми нами, помочь друг другу. Единственное, что помните, если вы приглашаете вашего партнера, агента из других компаний на грукер-тур, ваша комиссия от продавца должна быть настолько значительной, чтобы вы готовы были и поделиться. Тоже помните, просто так вам никто не придет. Вы пригласите продавать Аню или Юрию, но без того, что я предлагаю такую комиссию, для того хорошего. Обмены. Обратите внимание тоже на обмены. Опять же, как наш декризис, основная ситуация – это те люди постоянно со своими житейскими, здравствуйте проблемами, которые там кто-то разъезжается, кому-то нужно уехать, кто-то съезжается, кто-то разводится, кто-то наоборот женится, поэтому им нужно что-то поменять в своей жизни. Вот это тоже очень важно. То есть беритесь за вот эти обмены. Возможно, рекламу стоит дать именно по обменам. Знаете, раньше, когда предыдущий кризис, может быть, помните, были прямо такие объявления. Обменяю квартиру на дом, еще что-то берите, и у вас будут такие ряды. По поводу обменов тоже скажу, что много очень сейчас обменов межрегиональных. То есть нет в районе Калининграда, именно в нашей локации, а здесь продают и покупают там где-нибудь, в ходе того, чтобы на Владивосток уезжать, или там едут обратно в Екатеринбург, то есть возвращаются люди в свои регионы, приехав сюда 2-3 года назад. Как по ним работать? Я все время беру в продажу такой объект, и в том городе, где им нужно купить, ищите партнера. Вот это вот, я имею в виду, будет цепочка тогда. Вы здесь продаете, куда передали, они там приобрели. Соответственно, у вас будет комиссионная партнера. И наоборот, как только вы вот эту партнерскую базу, свою систему, сеть уже сделаете, то когда, наоборот, там можно продать и здесь купить, они могут это приводить. У меня обращаются вот по таким же обменам, наоборот, наши калининградцы, которым нужно продать, и движемся в других регионах. Вот если в последнее время это не единичный случай, когда, наоборот, передаешь туда, они там месяц, два, три, иногда полгода продают, а потом сюда уже с деньгами приезжают и здесь покупают. То есть вот это все, это все я называю обменами. В артнерской сети в Калининграде пользуйтесь партнерами, берите интересные объекты. Если у вас есть хорошие заявки, то тоже, возможно, она снизится. Занимайтесь просто другими способами продвижения своих объектов и себя на этом рынке. Ну, я уже сказала, сеть партнеров и позиционирование себя, чтобы вас вокруг знали, к кому обращаться, чтобы это была Татьяна Гаранцова. Это очень важно для меня, для вас, у каждого из вас своя сеть. Заниматься личным брендом и упаковкой я активно работала раньше в Facebook и в Instagram. В Facebook у меня в течение последних 5 лет была очень хорошая группа недвижего Семенграда и Балтийского побережья, где одно время там было 13 тысяч подписчиков. Естественно, основная аудитория была из других городов, регионов и даже из зарубежа. И они просто писали мне сообщения, иногда там в день по два, по три, иногда по пять лучше. И получалось так, что ТВ приходили. Как это все посыпалось? Пришлось, опять же, в динамике искать, чем и как можно продлировать. Мы создали Телеграм-канал различный и продлили группу недвижимости, которую ведем, и обратили внимание, в их контакте сейчас находится. Действительно, за два месяца у меня подписчиков прибавилось где-то в районе 3,5 тысяч за два месяца. Я не била контакта, мне тысячи где-то было, а сейчас там четыре. То есть три они прибавились буквально за два месяца. Это тоже очень хороший результат. И естественно, вот этот личный бренд, своя страничка активно ее заполняете. Пишите не только о недвижимости, пишите не только конкретно об объектах, это тоже очень важно, но о том, кто вы, чем вы занимаетесь, чем вы такой хороший, к чему вам нужно обращаться. Опять же, риелтор с человеческим лицом. Помним, что для нас люди важны заботы, внимание, интерес. И так же, как и вам интересны ваши клиенты, так же и им интересны мы. Я вот спрашивала тоже у покупателей, которые приезжают, каким образом они обратились, нашли. И очень многие говорят, что мы смотрели сначала на вашей страничке, потом мы посмотрели в картах, мы посмотрели о компании, мы смотрели в отзывах. Хочу заострить внимание в вашем тоже... Давайте сразу про соцсети. Соцсети, конечно, совсем глобально не сильно или круто, отмести одному тяжело. Поэтому, когда у вас есть команда этого класса, то есть у вас есть тот, кто фотографирует ответы, кто снимает видео, есть команда, которая делает перепосты, пишет комментарии, это очень важно, действительно, задумайтесь, а кто эти люди у вас. Прямые эфиры продвигают ваш вокаут, истории, короткие видео пишите, делайте это маленькие, они тоже очень хорошо. В общем, подписчиков приглашают новую аудиторию. Опросы хорошо работают, это не просто, когда вы что-то написали, а написали вопросы. В какой район в Креннеграде вам больше нравится? Или вы где ли будете лучше любить отдыхать? Звиноградцев, Логорск, Пионерский. Вы увидите, что людей, которые будут смотреть, читать наш пост, там приходят делать активность, будет больше гораздо. Аналитика. У меня основные статьи, которые по 2000 просмотров получают больше, именно аналитические статьи, что происходит на рынке недвижимости. Это действительно сейчас и продавцам, и инвесторам, и покупать, это очень важно. как-то так, это я вам как-то рассказала. Как вот отзывы. Очень важны отзывы. То есть, где вообще наши клиенты формируют отзывы конкретно о вас и о компании? В картах. То есть, это Google карты, Яндекс карты, Пакис, различные те же сайты, если у вас открыто. То есть, написание отзывов, это, может быть, ЦАН, это Анита, Дубри, М2, не знаю, сейчас есть или нет, но, скорее всего, эту жизнь. То есть, обращайте внимание, чтобы эти отзывы у вас были. Заходите, смотрите, какой у вас рейтинг компании. Там, у вас два балла или четыре, или четыре с половиной. Какие отзывы у вас написаны? Там есть ли положительные? Может быть, отрицательные? Реагируйте на них. И действительно, Google сайт клиентов, у нас есть QR-код, прям, когда сделка проходит в компании, в двери висит такая добычка с четырьмя QR-кодами, в которую я прошу их прям зайти. Самое главное, что надо их попросить сделать, чтобы они сразу не хотя бы зашли, и хотя бы поставили вам баллов, четыре, пять, пожалуйста, кто сколько хочет. Если хотят что-то написать или тщательно, это вообще отлично, огромное благодарность, спасибо. Просто, именно ваша задача их на это сводить. Потому что, когда человек ушел, со своим делом, ну и смотрите на рейтинге, как там все это делают. Я вот еще сейчас в последнее время стала для того, чтобы отведать свой личный бренд, пользоваться таким лайфхаком, то что... Портики Меркаде Может, микрофон дойдите, хотел? Микрофон не заботится! Возьмите микрофон! Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Мария. Я руководитель эпоксичного афера «Роскарный дом» в городе Калининграде. С многими уже знакомы. С кем не знакомы, с допустим, мы познакомимся. В конце презентация большая. Вот, соответственно, расскажу вам по теме антикризисных мер, которая есть в БАДе для наших клиентов. Вот, я расскажу вам о всех продукциях, которые есть в нашей БАДе. Компе продуктов по продуктурной линейке. И уже нам пришла, наверное, на 10 мер. В результате, в конце моего выступления, каждый получит совершенно лично. И ты можешь подробно уже посмотреть и изучить, как же наши продукты. Так же, внимание на такт информации. Если нет какие-то вопросы, обязательно звоните, пишите. С удовольствием отвечу. Да. Расскажу коротко о нас. Роскарный дом. Все знают? Слышали? Здесь мы 24 года находимся. Входим по КОТ-3. В принципе, в районе самых прелёжных банков в 2021 году. По версии КОТ. Так же, Роджан производил лучший банк в 2021 году. В 2022 году. В ходе классического производства. В ходе классических продуктов. Что касается... Мы раньше входили в компании «Систер-Дженераль» или «Французский банк». С апреля 2021-2022 года. Мы входили на 100% российский банк. И в ходе компании «Батайна». Теперь мы, я думаю, все видели металлы. Так. Интрус. Расскажу о зависимости от преимущества нашего банка. И так как вы непосредственно общаетесь с клиентом, я бы хотела, чтобы вы понимали, что у каждого банка есть свой партнер и лента. В нашем банке есть своё преимущество. Есть свой партнер. Когда общаетесь с клиентом, в банк уже можно его отправлять. Первое основное преимущество нашего клиента – это моряки. Траматично работают с моряками. В городской области это очень актуально. Очень много моряков. Берут, как правило, хорошую недвижимость элитам и новых штейнеров. И креституем без повышенного коэффициента. Они у нас идут так. Им не хотели сделать официальный документ. Мы не требуем много документов. Как раз мы требуем. То есть минимально потребляемые документы для моряка. Если будет моряк, сразу будет банк. Далее. Наши клиенты – это иностранцы, граждане и нерезиденты. Мы не работаем, слышите? Так, под уголки. Так? Вот. А также мы работаем с нерезидентами и с иностранными гражданами. То есть мы креституем в обычном условии, как обычный клиент. То есть, главное, если у вас стоят иностранец, то есть у него архитолог в Ленинграде, есть такие засунки, которые ездят в банк и институт. Соответственно, можно просто на залог плоситов взять деньги на улучшение личных условий. Как важно? Куда он накрасит их? В принципе, тоже много вариантов. Беспомережные недвижимости берете? Нет. Постоянетчески не движемся вообще. Я работаю в своем ипотеке. Я работаю в салоне. В салоне берем только квартиры. Для что мы не берем в салоне? Что касается антикризисных мер. У нас в нашей банке есть программа рекомендации при начале взносов. Что это значит? Купает недавно, когда он обратился в клиент с кейсом, он купает квартиру застройщика. Если вот сейчас сегодня выходят, то есть через недель лет застройщик повысит цену квартиру. А ему нужно продать свою действующую квартиру. То есть у него денег на первоначальный взнос нет. А он предлагает в данном случае программу рекомендации при начале взносов. Что это значит? Клиент закладывает свою квартиру. Два кредита. Первый кредит – это клиент закладывает свою квартиру и ему дает максимально 70% этой стоимости на первоначальный взнос. Это никак не влияет на финансовую нагрузку. Это никак не влияет на платежи в другой ипотеке. Просто суть в том, что он берет, допустим, ему нужно 2 миллиона, квартира стоит 4. То есть он может 70% и 4 миллионов взять. И он на это 2. Он берет 2 миллиона, закладывается в квартиру на 2 года или на год. Самый край. А ставка у него, как в году, он уже 50%. Соответственно, деньги он должен применить при стечении вот этого сколько единоразового. То есть либо 2 года, либо 2. Либо может раньше нуждать деньги, единоразового с учетом 7%. То есть если он берет предназначенный взнос 2 миллиона, параллельно он может по заводу продавать свою квартиру, которую он заложил на ванну, он ее, плюс в среднем у меня на предназначенный взнос есть, он обоим потери купить застройщику квартиру по нормальной цене и продает свою квартиру. А только он продает свою квартиру, он возвращает 2 года. Процесс затворства. Я забыла его там месяц, он продавал 2 месяца, плюс эту сумму, где банк дар. Это очень удобно. Это действительно одна из самых нормальных программ в сегодняшний момент. Много у вас есть много денег? У нас есть много денег на квартиру, как вы передали? Если чем? Да, это совсем другое дело. И он по работе в доме. Настя об этом не умоляет. Есть квартира у нас в салатских лицах, есть квартира в разных регионах, которые мы поддаем из-под залога. Но, как вы знали, знаете, что даже если клиент не платит за квартиру, то этот сбор занимает, на основании в городе. То есть, он даже в год не будет платить за квартиру, сразу применит на продажу. И на какого программа будешь? Да, да? В 2 года. Но, конечно, это ваша программа. Если у клиентов у вас есть собственности квартира, либо в долях квартиры, значит, в долях, то многие эту деньги на первоначальный взнос, а берет на настройку, и, главное, не готова, чтобы ее налажить. Вот. То есть проблема может воспользоваться данной, данной услугой. Вы сказали, что застройщик нигде абсолютно не кредитован, потому что его не могут отрабатывать. А он берет кредит от полной своей квартиры и все равно квартирку в слое будет. Нет, тут слоя будет. Нет, если и под залог своей квартиры, то мы хотим поменять. Здесь написано, что ипотечные пределки в первый взнос должны быть сняли. Нет. Нет. Если вы берете на настройку, у меня нет вообще ничего, я хочу два взять как первый взнос, и два взять за платежку. Да. То есть застройщики получают закредитованные. Почему тогда это? Нет. У нас есть клиенты, есть застройщики, которые мы не можем акредитовать. Есть на базе застройщики, которые не кредитованы. То есть мы возьмем теперь в другом марке? Вам в другом? А эта программа у вас возложена для тех, которые не кредитованы. Для застройщиков, которые не акредитованы, вам понадобится программа просто взять деньги и под залог квартиры. Да, всё! Это другая программа. Да, застройщик масса кредитованы. Почему мы не можем взять эти коттеты? Зачем раз двойки? Это без крабоначального фонса. Сейчас будет проведена презентация, у нас произошел рейтинг, нас знают как САФОРН, но мы поменяли наш стиль, задачи, это и так. Касаемо именно антикризисных мер, я вам немного позже, после Дмитрия расскажу в двух словах, сейчас Дмитрий вам более красочно и ярко объяснит, чем мы занимаемся, кто с нами не знаком. Передаю слово Дмитрию. Передаю слово Дмитрию. Всем добрый день. Хорошо. Спасибо всем, что я собрал с Эпплузрадио. Эпплузрадио, я с вами был Игорь Настыков, занимаюсь в окно-эпимакетинге и главной пиратой в САФОРН. Спасибо, что я правильно заявил. Спасибо, Эпплузрадо. Последние три недели, знакомимся с процессами клининга и решениями с учетом развития, скажем так, теоретического направления на движение и расширения базовых услуг. Он и комплексное решение. Мы теперь будем выступать на название фитоника, на мой взгляд, возле музыкальнее понятие, чем, скажем, то название, которое было просто услуги, но и дизайнер. У нас есть шесть ключевых направлений, построительная работа. Мы работаем, а дизайнерство, которые помогли человек с вами дизайнер, как частично, как подключено. Мы, если мы подключили время, то есть, монетрызаканчивали, куда кофтировать, а ког받я, comprochar очень полностью в большом задовом доме. Есть отдельное направление по интерьеру и среднему, туда входят как раз вопрос, связанный с деформой системой. заформление вещей, а с каким-то, допустим, обычным элементом, например, в планах упражненности, скажем так, дома. Есть большое направление производства мебели, то есть базовая продукция. Производство предельной области мебели и попростной мебели, но понятное дело, что можно заказать мебели, струбно, заказать системы строительства, ванной публике, когда можно окажать, так и так далее. Есть отдельное направление, которое связано с заправлением проекта, для наших клиентов. То есть, грубо говоря, у нас есть много таких базов, где есть за последнее время качество должно быть. Качество создаётся качеством, то есть это говорит о том, что в команде работают как профессиональные специалисты, так и профессиональные опороны. То есть эти две составляющие дают нам 100% качество. Мы все прекрасно знаем, что мы спалкивались с ремонтом, но каждый из нас спалкивается. Хочется, чтобы идеальный ремонт, говоря о заявлении на бумаге, стал какой-то самой картинкой в жизни, как объяснить. То есть это сделано, что хотелось сначала. Мы в этой компании считаем, что сотрудничество клиентов в компании, то есть клиентов в нашей компании в будущем, да? Оно довольно комфортно и понятно. То есть мы за комфортное сотрудничество, мы за качество. Стараемся, чтобы клиент, грубо говоря, даже если он совсем не выбирает автоматики строительства и ремонта, дизайна для первого года мы ничего не управляли до последних годов. Он действительно принимал всё, что происходит, символика недвижимости, да? Даже если какие-то вещи, например, ступор, ну, предположим, да, стяжки, какие-то возможности, только какие-то возможности, он может получить обновременно непонятный на уровне формата геологии, а логовый ответ – это свой вопрос, и, соответственно, это должно быть так же профессионально и эффективная ответственность. Мы стараемся с ним добавить профессионально и понятного языка. Я считаю, что это важно. Потому что, по случаю, когда я скажу, насколько вы счастливы, ничего не понимаешь, я не знаю, что вы сложны в Москве. А, да. Что случилось? Ну, в конце. Ну, наверное. Да. Да. Есть видно, что, в общем, не было действует. Я даже не скажу, что наши ключевые последовательства предложения, они, в большей степени, я скажу так, не имеют оценку только того, что если предать, что родится, родится, родится. Грубо говоря, на 100%. Любой клиент может ставить, например, объекту, как важно, грубо говоря, какой-то застройки, два строительных количеств. Да, допустим, с учетом Калининграда здесь есть, так называемый, старый фонд придвижимости. Мы знаем, что есть компания, которая отказывается обслуживать клиентов по таким объектам, и говорят, что нет, мы будем много за это связываться, у вас проблем нет. Мы, даже для такого фонда должны три базовых степени как варианты распределить проекты. Вот. Вот. Здесь, чем хочется. Сделать просто красивую историю с данным местом объекта, если он хочет сделать просто две фондов, то есть там объекты, то есть там объекты. Производство объекты, где, соответственно, мы можем всегда догонять клиенту на фонду не только тем, что он подойдет, с этой страницы там представлены, скажем так. В общем, в программе мы проверим, то есть только обязательно есть описание каждой программе. Сейчас мы тратим время, в общем, мы находимся в презентации. здесь, соответственно, ниже есть подкорка нашего подкорка или подкорка или подкорка . Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, ответим. Если послуждаем вам , что вы чувствуете на эти внимания. Так, смотрите. касаемо антикризисных мер тема у нас такая получается надо пару слов об этом все это не надо, получается, представить но все же надо об этом немного. В первую очередь что у нас стоит это у нас что было раньше мы это и оставили это два подарка на руках катная дверь от итальянской компании Гавни либо дизайн-проект под ключ это фишка очень хорошая то есть дизайн-проект выходит в минимум 200 тысяч под ключ не просто проектировка а именно дизайн-проект это ведение объекта то есть наш дизайнер будет полностью объект вашего заказчика будет полностью 3D визуализация естественно все схемы все как полагается либо дверь вот сейчас разработали такую тему как ремонт в рассрочку это не кредит о кредит мы еще поговорим но в рассрочку можно это дело устроить на полгода на год и на полтора года все зависит от стоимости если у вашего заказчика или покупателя работа инструкция отлично если у вашего заказчика допустим не хватает средств на ремонтную работу то он закупает строительный материал это как в среднем до миллиона это я про среднюю квартиру говорю до миллиона эта сумма выходит а уже на работу мы можем расписать сумму от полугода до полутора лет сейчас будем разрабатывать такую тему как ремонт кредит это тоже тема интереснее сейчас ведем переговоры с банками Мария ушла к сожалению хотел с ней этот вопрос тоже обсудить но уже хотел с ней этот момент обсудить как запустим эту тему как касаемо именно антикризисных мер как запустится у нас ремонт кредит обязательно в группу об этом напишемся но пока что еще раз повторюсь есть ремонт рассрочку можно по своей работе еще раз не услышал не услышал если это материал то есть ну это тогда в карьере мы пока что рассрочку предлагаем только на своей работе только на работу в кредит уже там можно и на материал и на работу проблем никаких нет касаемо того что тут допустим ваши заказчики могли приехать посмотреть наши работы есть готовые работы есть работы в процессе то есть можно открыто все показать вообще никаких проблем нет плюс при этом при всем есть такие макаты не раз уже сталкивались покупатель покупает квартиру опыта нет в строительстве то есть он не знает что он покупает у застройщика не у вас а у застройщика первая серая крючка они могут нас пригласить мы отправим специалиста который вместе с вашим покупателем проведет прием сделает так сказать свое экспертное заключение вот у нас вчера случится для приехали проверили приняли и приняли в полной так как она поставлена не по уровню и не приняли канализационную трубу которая торчит неправильно то есть были маленькие проблемы в общем покупателем это внесли если бы не было нас то покупатель просто бы он переплачивал за все эти работы опять же нам как отдельно как услуга или на 5 тысяч рублей да но если заказывается у нас то мы эти 5 тысяч рублей вносят вам так же выезд на замер это все входит в цену в цену то есть мы допопадок и не берем плюс есть фишки пишет очень много об этом можем все подробно уже отдельно поговорим чтобы время не затягивать опять же все свои дела еще раз цена порядка это ключ здесь уже все очень весело это говорить вот 5 тысяч рублей это серый вот 5 тысяч рублей это очень ремонт это без электрики и часть этих но электрика практически не входит обои а ламинат на черный потолок это все войдет все будет красиво и просто здравствуйте давайте буквально доктор окном завершим потому что уже все устали делаешь все сейчас мы пойдем кпп 50 заработок спустим буквально два слова там много вопросы были что там было на конгрессе конгресс уже пока 3,9 проходил на конгрессе дорогая ложка победы смысл такой то есть на самом деле жизнь электрической классии есть и у нас она тоже есть на самом деле раньше мы принимали сейчас у нас больше не уезжают поэтому я буквально в карантине хотел попробовать эту тему на лампе опять прописать спортивными словами обидывать и применять я хотел развить эту тему это международные партнерцы еще допустим есть такой позиционный отборник в соцсети все хорошо это очень надо обучение надо вот есть такой формат для плетений клиентов работки подъемов это подошли познакомились более крупные особенно даже гранаты как у нас раньше мы принимали сейчас у нас подъезжают даже если мы останемся внутри региона у нас здесь все равно миллион людей есть что что покупать то есть что значит что на ужин для выступления часто вопросы со сценой с организацией просто подходишь знакомишься чашку кофе и развиваешь вопросы с коллегами то есть ну говоришь в каких-то моментах потому что только личное доверие то есть когда человек дает билеты там очень важно лично его можно одновременно блоковать через соцсети да то есть это не нужно проектов но гораздо больше за полчаса можно отличное общение что в соцсетях тратить недели или месяц узнают как станут для этого поэтому скажем так я рекомендую посещать все мероприятия внутри региона куда подъезжать на самом деле для мероприятия можно ездить дорого можно бюджетно потратить билеты и участвовать в каких-то пункциях ну не обязательно брать полный пакет и пакет а если соцсети особенно с российскими делами с российской жилищной в Москве мы приобретим массу партнеров которые у вас будут политизироваться и как часто передают нам или мы нам сделаем после есть человек и мы приедем партнеры по партнерку 20 на самом деле это хорошее на секции по бежиминаме сделано вот ее возлагает Александр вот в принципе правильная вещь потому что если вы передаете клиентам по-хорошему вы его должны передать я вам передаю клиентам вот допустим сейчас мы уезжаем и где-то нельзя купить или Некотяна сказала продать чтобы у нас купить вот идя говоря вы здесь все объясняете клиентам и передаете уже готовый клиент вот это на самом деле стоит внутри есть клиент не знаю что он хочет очень 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 непонятно вы получаете холодный клиент и потом вы должны заплатить за это то есть качество проработки должно быть как внутри вы объясняете свой взгляд выводите договор то же самое делается с теми которые вы передаете или требуется от своих партнеров тех метров которые они вам передают чтобы такое качество улоп потому что очень часто он передает очень работает особенно сейчас когда авида напрямую блок работает на такие вещи как соцсети работает экспертный канал работает отзывы и работает на самом деле он может быть с коллегами так ископаться они могут быть профи предприятия то есть вы нашли какую-то кусок ведущих банкиров старших это классный то есть нужно общаться если более частей я очень много двигаюсь раньше сделка движения сейчас можно подать на свою инвестицию в будущее оно на самом деле сейчас рынок ожил люди привыкают даже если будет еще хуже в первые месяцы почти еще не было потом в конце года уже никто ничего не боялся все было нормально так же будет ситуация политическая жизнь продолжается люди будут желать покупать ну конечно большинство профессионалов должны корректировать эти центры мы должны объективно информировать участников проекта не вводить заблуждение под все что нам подозим вот по поводу на самом деле вы куда-то едете на улице просто мы поехали застойку услышали что раз заговорили с баром то есть тема такая когда вы уезжаете в российскую такая опасность реальность разговаривается если ты уже там у нас есть желающие то есть обязательно надо ездить да то есть это инвестиции может так же подключение то есть свое подвижение своего бизнеса кстати что ты хочешь сказать да спасибо 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 большое спасибо Олег Иванович в принципе все сказал 6 просто что я хотел отметить даже тебе больше до сих пор не за не за не за ура ура ура